Встревая специальный эфир на Радио НВМ, я называю Алексей Тарасов, зараз нам и на звездку, Аббас Галямов, политолог, политтехнолог. Аббас, здравствуйте, приветствую вас в эфире. Здравствуйте. Видел информацию о том, что ваши источники вам сообщают о том, что окружение Путина все-таки переживает по поводу того, чем закончится война, каким будет их будущее. И вот, среди прочего, увидел, что они готовят себе запасные аэродромы. И когда говорят о запасных аэродромах, речь идет даже о Венесуэле, Эквадоре и Парагвае. Могли бы вы более подробно об этом рассказать? Смотрите, Парагвай и Эквадор — это чуть-чуть другая история. Мой источник мне говорил о Китае и Венесуэле. Просто практически одновременно я написал свою историю и в тот же самый день, канал, можем объяснить, написал свою историю. У меня речь шла, это принципиально о разных уровнях речь идет. У меня речь шла о топовом уровне, о так называемом путинском политбюро. То есть это те человек 10-15 вокруг него, которые участвуют в выработке ключевых решений и, собственно, управляют страной. А в канале «Можем объяснить» Эквадор и Перу, они вели речь о сотрудниках администрации президента, госкорпораций, ведомств, министерств ниже уровня. Ну, политбюро, конечно, интереснее. Это не то, что они общий проект спасения на всех. Нет. Каждый сам за себя. То есть политбюро отдельно делает проект для себя, а эти сами для себя ищут варианты. Поэтому, да, значит, про политбюро я сразу очень хочу акцентировать внимание на чем. Я просто не хочу, чтобы это было воспринято как мои слова, как доказательства того, что они уже все на чемоданах сидят и уже там завтра-последавтра отчаливают. Нет, это все-таки пока еще запасной вариант. Он такой, он серьезный, он в работе находится. Ну, Хечин, который занимается, глава Роснефти формально, но неформально, один из самых близких Путина людей, он занимается, знаете, значит, вот этим венесуэльским вариантом очень серьезно. Он туда отрядил, как мне рассказал источник, как раз в Роснефти, он отрядил туда, значит, свою правую руку, ну, одну из своих правых рук, у него там их несколько. Ну, человек, который несколько лет работал вице-президентом компании, руководителем аппарата компании. Руководитель аппарата — это всегда очень доверенное лицо. Это человек, через которого проходит весь документооборот ведомства, который в курсе вообще всех секретов, которые держат руку на пульсе. То есть там все остальные вице-президенты, их документооборот тоже через него проходит, да, то есть он второй человек, по сути, второй человек компании. Вот, и он этого июня, значит, уволился из компании по-тихому и уехал, он гражданин США, значит, Курилин, и он улетел в Америку и там вот занимается этим венесуэльским проектом. До этого ставка была на Китай. То есть, на самом деле, работа над проектом началась еще весной, сразу как только стало понятно, что план Блицкрига не удался, и украинская армия оказалась гораздо сильнее, чем ожидалось, российская оказалась гораздо слабее, чем ожидалось, запад оказался гораздо более консолидированным, чем оказалось, гораздо более решительно настроен. То есть тут же ввел санкции мощные, тут же, значит, начал поставки оружия Украине. Ну, то есть, когда выяснилось, что, ну, игра совсем, значит, не так, как мы ожидали идет, вот они на всякий случай приступили к подготовке этого проекта. Сначала Юрий Ковальчук, это банкир, ну, один из самых близких к Путину друзей, значит, предложил Китай как запасной вариант, и они вроде как прорабатывали Китай, но китайцы, они же такие ребята, ушли, они себе на уме с лузерами связаться, значит, зачем. Да, Китай, как мы знаем, по отношению к войне в Украине занял гораздо менее пророссийскую позицию, чем ожидалось, то есть Россия оказалась очень сильно расчарована, вот, значит, тем, как Китай себя повел, и поэтому, ну, пары-тройки месяцев хватило, чтобы понять, что нет, Китай слишком ненадежен, да, и поэтому, и тогда Сечин предложил Венесуэлу, у него с Мадуро, президентом Венесуэлы, очень хорошее личное отношение, и когда-то, значит, Путин и Сечин, они очень помогли Мадуро удержаться, у власти, ну, вроде как, долг протяжен в классе, Красин, Сечин этот вариант предложил, ну, похоже, что он получил, я повторюсь, я знаю очень немного, в принципе, да, вот, я говорю только то, что знаю, видимо, он получил все-таки отмашку от Путина на реализацию этого проекта, потому что, ну, вот, свою правую руку туда он отрядил, и тот туда, значит, отправился, вот, ну, собственно говоря, вот, с тех пор они, ну, по мере ухудшения ситуации, значит, понятно, что они, ну, там, все больше осознают, приходит осознание, что этот проект из запасного может стать основным, поэтому они уделяют этому серьезное внимание, вот, но все-таки, пока, повторюсь, этот проект все-таки он запасной, пока остается запасным, первичный проект все-таки у них, вот, проект-приемник, ну, в приоритете он стоит, да, то есть все-таки они попытаются сначала спасти систему за счет, значит, выдвижения вместо Путина какого-то другого человека, который окажется, значит, ну, просто который не будет притягивать столько стрел, так сказать, да, который сможет, ну, начать переговоры с Украиной, с Западом, вот, снизить часть нагрузки, которая сейчас грозит сломать систему, вот, значит, вот этот проект-приемник, они, и я тоже врать не буду, они еще не начали его активно реализовывать, но в стадии осмысления, так сказать, он уже находится, то есть между собой они там, вот, внутри там, кланов своих, да, они уже начинают обсуждать, так сказать, кто мог бы быть вероятно преемником, то есть пока это скорее, значит, носит такой характер, не то, чтобы, значит, надо Путина менять, нет, они еще его в достаточной степени боятся, чтобы такое говорить, вот, его крах становится им все более очевидным, но нельзя сказать, что он очевиден, там, со стопроцентной вероятностью, вот, поэтому пока обсуждают они очень осторожно, пока вот только между своими, значит, ну, примерно в том ключе, значит, а вот если он там все-таки заболеет, все-таки возраст там, да, то что тогда, кто тогда? Да, это интересно, а в Венесуэлу они выбрали почему, потому что, ну, мы понимаем, сейчас все-таки... Не слышите меня? Давайте попробуем, давайте спробуем відновити звязок, нагадаю, що з нами на звязку політолог, політтехнолог Абаз Галямов, тільки що ми говорили про те, яким чином путінське політбюро готується до того варіанту, коли, ну, або Путіна не стане, або Росія програє війну з Україною, тобто не якщо, а коли це станеться. Ну, тільки що почули про те, що все-таки першочерговим для них є проєкт, людина, яка його може замінити, так, що вони зараз шукають таку людину, і цим наступником, ну, поки що немає, як це правильно сказати, ім'я та прізвища, хоча ми бачили, що іноземна преса писала про те, хто це може бути, називали різні імена, але от дійсно, як стверджують джерела саме в Кремлі, вони кажуть, що вже прорубляється такий план щодо того, щоб можна було перенестися до Венесуелі. Абаз, говорят, що ви вже з нами на связі, слышите ли нас зараз? Да-да, я слышу. В какий момент я прервался, а то я, знаєте, продолжал говорити. Нет-нет, все нормально, ви якраз договорили, ви розказували о том, що план «Приємник» – це первоочередной, і що зараз пока що немає такого конкретного імени, і, разумеється, що Путину не можуть сказати, що Путин, уходи, ти всім надоєл. Я вот тогда, вот що хочу спросити, а Венесуелу вибрали, почему? Потому що ми видим, що зараз, скажімо, готовиться міжнародне сообщество к тому, щоб проводити трибунал, да? Трибунал над военними преступниками, і, разумеється, одним із таких военних преступників є Владимир Путин. Означає ли, що вибрали Венесуелу, тому що там вони в безпасності, понимаєте ли ви це? Да, ну, конечно, в першу чергу річ шла о тех государствах, які їх не видадуть. Тобто, требування к безпасності, к тому, що господарство спосібно протистояти міжнародному давлению, це головне требування. Тобто, там не бутовий комфорт, неудобство. Понятно, вони б тогда во Францію на лазурку полетели, да? Але нет. Китай, вони знають, що Китай спосібна, так сказать, упереться рогом і протистояти давлению всього міра. Венесуела доказала, що вона може жити годами під санкціями і все-таки держати удар. Вибор-то не бачий на самом деле. Ну, Іран, Северная Корея, Китай, Венесуела. Можуть ще, кстати, назвали Аргентину, але мій источник про Венесуелу, він знає подробності про Аргентину. Він сказав, я только слышав слово Аргентина, що її розсматривали, але, можливо, її отринули даже на якому-то етапі. Він говорит, просто не знаю. Поэтому я про Аргентину особо не говорю. Повторюсь, мой источник, я всего лишь її упомянув. О Венесуеле известны подробности, включая фамилии. Так вот, выбор небольшой. Может быть, ще, знаете, в Африке там есть какие-нибудь государства, там Пригожин же работал в последние годы, да, Центральная Африканская Республика, не знаю, Мадагаскар. Я не настолько, я же не международник, я не настолько знаю ситуацию в Африке. Там еще Эритрея. Эритрея есть, она голосует в ООН за... Я не уверен, что им понравится этот климат. Слушайте, я вот тогда немножко другой вопрос задам. Мы сейчас видим, да, как под конец года международные медиа подводят итоги. Ну и вот, среди прочего, мы увидели, что издание «Политика» назвало Путина неудачником года. Как вам кажется, может ли он считать для себя этот год неудачным? Что ему по этому поводу говорит его обслуга? И вот как он сохраняет лицо? Это просто такой, как это, чекиста привычка не выдавать своих настоящих эмоций. Ну смотрите, он же очень часто пропадает надолго. То есть видно, что в какие-то моменты им обладевают отчаяние, такие приступы мезонтерапии. Он не хочет общаться с людьми. Помните, он еще долго со своими военными... Война шла, когда там весной, да? Он со своими военными общался и отсаживал на дальний конец длинного стола. Именно потому что он просто их ненавидел в этот момент. Презирал всеми фибрами своей души. Ну понятно, они его по сути обманули. То есть они ему столько лет впаривали идею величия его могущества, его армии. А армия оказалась бумажным тигром, которого бьют кто? Украинцы, украинцы, которых они вообще за людей не держали. И поэтому у него время от времени сейчас... Ну потом, время от времени он обладевает собой. Время от времени новые новостные поводы появляются. Собственно говоря, Херсон или Харьков или Крымский мост. И он опять впадает в депрессию, в отчаяние. Опять исчезает с радаров. В этот момент нам телевизионщики показывают так называемые консервы, записанные в те лучшие времена. Рассказы об его каких-то встречах, мероприятиях, в которых он участвовал. И таким образом он в таком резиме волнообразном весь этот год и функционирует. То спад, то подъем. Ну подъемы не такие, чтобы, знаете, сильные. То есть скорее стабилизация, чем подъем. Но в любом случае видно, что он утратил способность решительно действовать, принимать решения. И его окружение, конечно, все это понимают, все это видят. Во-первых, это стало очевидным в марте, когда план Блицкрига провалился. Во-вторую очередь, это стало очевидным этой осенью, когда совершенно непонятно, зачем провели референдумы, а объявили эту территорию своей, сакральной, с тем, чтобы, начиная буквально со следующего дня, начать ее сдавать. То есть тогда всем стало понятно, что у него действительно нет никакой стратегии, что он, в общем, действует наобум. И это, конечно, очень сильно его делегитимизировало в глазах его собственного окружения. Но оно пока все-таки не переходит к активным действиям против него. Потому что, с одной стороны, оно, конечно, совершенно недовольно происходящим. Значит, оно считает, что он совершенно без всякой необходимости поставил всю систему под удар. Ну, то есть все хорошо было вообще, нормально жили, да? А зачем-то понадобилось во все это влезать. Ну, то есть эти-то люди, ну, они-то точно на эту ерунду про там укронацистов и про НАТО там не купятся. Но элиты точно знают, что к чему. То есть они понимают, что это его какие-то бредовые имперские амбиции, а, значит, реально поставили всю систему под удар. Они, конечно, страшно недовольны. Но они все-таки пока его боятся для того, чтобы его боялись. Значит, и ФСБ работает, и этот Пригожин там черепа кувалдами разбивает. Вот. Поэтому к активным действиям элиты пока не переходит. Но в целом настроения такие там, в общем-то, депрессивные. Понимание того, что все-таки царь не тянет, и, возможно, царя придется менять, значит, оно крепнет. И я думаю, что, значит, вот ближе к концу зимы, к началу весны, элиты все-таки начнут царя убеждать уже, что пора ему уходить. То есть я не думаю, что они сразу там попытаются, знаете, шарфиком придушить. Вот. То есть будут уговаривать. А хорошо бы. Мы бы не против. Нет, я не очень в это верю. Значит, я думаю, что все-таки они попытаются просто его убедить, что нужно выдвинуть преемника. Да, и, может быть, и убедят. Потому что, не, понятно, что он так просто от власти уйти не хочет, но он просто уже в тупике, он это понимает. Особенно если вот наложится, почему я называю весну, потому что к тому моменту станет понятно, что его гениальный план заморозить Европу и поставить ее на колени, потерпит неудачу. И вот если, например, наложатся две вещи, например, значит, весна, и стало понятно, что Европа не замерзла, а тут еще в СУ переходит наступление, еще там делают что-то вроде Харьковского разгрома, да, или Херсона, захвата Херсона. Ну вот после этого его котировки падают, ну и просто окружение, я думаю, придет к нему, вот эти люди, которых я называл, да, там Тимчин, Картенберг, Ковальчук, Сечин, ну придут со словами там, Владимир Владимирович, отец родной, ну давай думать, ну ситуация-то швах, уж точно не туда, куда надо катиться, давай решать, что будем делать. Какой у нас план? А, нет плана? Ну давай тогда, вот, может быть, насчет преемника подумаем. Да, ну то есть надо будет признавать поражение, вступать в переговоры. Да, смотрите, но при этом мы сейчас видим, что все-таки внутри страны ему все сходит с рук. Мы говорили о том, что когда освободят Херсон вооруженные силы Украины, ну, возможно, это все конец кремлевского режима. Мобилизация, ну то же самое, ну, россияне не будут терпеть, что их сейчас будут просто убивать, кидать как пушечное мясо. Нет, все в порядке, все смирились, только переживают, чтобы, как это, наши мальчики, им было в чем убивать украинцев. Как вам кажется, что может стать все-таки точкой, господи, хочется сказать, точкой бифуркации, но окей, да, ну вот такой точкой, которая нарушит окончательно этот баланс. Что это будет? Луганск, Донецк, Крым или все, что угодно можно продать населению, как победу или там необходимость отойти, или как там это называлось, необходимая перегруппировка, что-то такое про Херсон говорили. Никто никогда не сможет сказать, что станет вот конкретной, значит, отправной точкой, с которой начнется революция. Кто мог предсказать, что вот именно смерть вот этой Махсы Амини, никому неизвестной курдской девчонки, значит, взорвет Иран так, что он там на ушах стоит, значит, так, что таких волнений там не было с момента основания режима. И режим реально шатается. Вот. Или, например, арабская весна полыхнет после убийства, ой, после самосожжения этого Мухаммеда Буазиди, провинциального торговца фруктами. Или, например, наша февральская революция 1917 года. В январе, как известно, Ленин говорил, что мы, старые большевики, возможно, не доживем до главной битвы грядущей революции. Совещание левых партий, проведенное в январе 1917 года, постановило, значит, Милюков в своих воспоминаниях об этом писал, постановило, что революции все-таки сейчас не случилось, значит, переходим к игре в долгую. Да, и через месяц революция случилась. На самом деле, ну, революция, понимаете, вообще, вот, ну, протест — это эмоции, да, это абсолютно иррациональная вещь. Кто может предсказать, когда полыхнут эмоции, когда, вот, что называется, все звезды сойдутся? Никто не может предсказать. И поэтому, значит, все то, о чем вы сказали, да, Херсон, там, мобилизация, все это база, все это вот формируется, база под революцию. Значит, мобилизация привела к, значит, падению, одномоментному падению числа сторонников войны до победного конца, ну, чуть ли не там на треть, да, число сторонников мирных переговоров, тут же выросла и оказалась выше числа сторонников войны до победного конца. С табу на критику Путина снят, Крем сам это признает, значит, фокус-группы, которые они заказывали в начале октября, показали, что все критикуют вот прямо самого Путина. Если до этого работала схема «царь хороший, бояре плохие», то все, она теперь перестала работать. То есть, когда респонденты обсуждают с модератором фокус-группы, ну, обсуждают проблемы мобилизации, и люди там ругают, значит, Путина, модератор им говорит, ну, это же не Путин, это же там губернатор, местные чиновники, и на что люди там тут же его перебивая говорят, а этих кто поставил, не он, что ли? Это же его люди, это его система. Вот, никогда раньше такого не было, а это теперь носит массовый характер. Повторюсь, это были утечки из Кремля по этому поводу, то есть сами кремлевские чиновники это признают. Вот, и та же история с Херсоном, то есть в элитах, там, ощущение, что, ну, все, царь реально чокнулся, а именно после Херсона укрепилось. Ну, то есть за каким чертом было голосовать, значит, признавать этот город русским, если не было возможности его отстоять в военном смысле слова. То есть стало очевидным, что у царя нет стратегии, понимаете? Поэтому, ну, это вот, знаете, как... Ты никогда не знаешь, какая соломинка сломает хребет верблюду, да? Но эти соломинки надо складывать, и они складываются, вот. Так что вот какой-то такой мой ответ будет. Ну да, будем ждать, когда хребет верблюда по фамилии Путин будет наконец-то сломлен. Абаз, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадать нашу аудиторию знаменазвескубов, политолог, политтехнолог Абаз Галямов. Підписуйся на канал Радио НВ ось тут. Продолжение следует...